Здарова! Сейчас уже приближается холодная зима, и соответственно, если вы увлекаетесь таким экстремальным видом спорта, как скейтбординг, то по-любому осознаёте, что либо будете катать гораздо реже, либо вообще катать не будете до весны. Согласен, в такой холод, а ещё плюс к холоду снег, катать не айс. Точнее айс? Ну вы меня поняли. Короче, ладно, давайте в этом видео поговорим о том, чем заняться скейтеру зимой, ведь это сейчас у многих вызывает интерес. Само собой, первый вариант для скейтера зимой это ходить в крытый скейтпарк, но об этом я подробно говорить не хочу, потому что не вижу смысла, потому что смотрите, у кого-то в городе есть крытый скейтпарк, а у кого-то нет, поэтому если именно у тебя в твоём городе есть крытый скейтпарк, то без вопросов катай там, а если нету, то смотри это видео дальше. Второй вариант это купить сноускейт, и для тех, кто не знает, это что-то общее между сноубордом и скейтбордом. Он имеет деку наподобие скейтборда с резиновой водонепроницаемой шкуркой для лучшего сцепления с обувью райдера. Сам по себе сноускейт немного больше обычного скейта, но слава богу меньше сноуборда. Ну а если вы задаётесь вопросом, зачем мне это дичь, если я хочу делать трюки, то, ребят, вот ответ. Короче, на сноускейте изгибы ноуза и тейла гораздо больше, чем у обычной доски, и соответственно за счёт этого вы спокойно сможете делать трюки на снегу без каких-либо колёс и подвесок. Третий вариант уже развлекательный, но самое главное бюджетный. Короче, вы берёте свой обычный скейт, откручиваете от него подвески и колёсики, и вуаля, сноускейт готов. Конечно, на такой доске трюки будет делать как минимум очень сложно, а скорее всего вообще невозможно, хотя в принципе ничего невозможного нет. Короче, ребят, если очень сильно постараться, то вы сможете сделать какой-то трюк на обычной доске, по снегу и без колёс, но это будет крайне сложно. Ну а вообще я этот вариант вставляю чисто для того, чтобы вы знали вообще, что есть такой вариант, да и вообще это вполне прикольно. Представьте, это как бы будет и замена сноуборда, и замена вообще многого, потому что смотрите, вы приходите со своей доской на склон, берёте, становитесь на неё и скользите по снегу вниз. Это больно, если вы упадёте, но прикольно. Ну а прикольно это именно тем, что вы хотя бы не забудете, как стоять на доске, и конечно же будете учиться удерживать равновесие на большой скорости, потому что склон и доска, и вы, это скорость. Запомните это. Что я говорю? Да и вообще, что я вам рассказываю? Вы можете просто попробовать стрит-скейтбординг на льду. Хотя нет, не надо. Ну а сейчас самый лучший вариант для скейтера, и это сноуборд. Но опять же, это если у вас в городе есть подходящие места и склоны, ведь по плоскости на сноуборде, понятное дело, не покатаешься, да и не каждый сможет его себе позволить. Из остальных вариантов я могу вам предложить, во-первых, покататься на парковке, это действительно офигенное место, если вас, конечно, там не прогонят. Помимо этого, фингерборд, Тони Хоук на компьютере и скейт на Плейстейшене. Ну а если подытожить, из всех вариантов самые лучшие, я считаю, именно два. Это парковка и, конечно же, сноускейт, потому что на сноускейте вы можете делать спокойно трюки на снегу. Конечно, неспокойно, вам придётся немножко привыкнуть, но вы спокойно сможете делать трюки и, конечно же, стабилить их. Вы, например, весной сможете обделывать скейт своих друзей, потому что вы катали зимой, а они нет. Ну и на этом всё, это было видео на канале Владос. Если оно вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх, пишите ваши комментарии. Я очень сильно замёрз, поэтому всем пока.